Ровно 127 лет назад в этот день родилась русская поэтесса, переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы 20 века Анна Ахматова. В рамках программы «В контексте» говорим о поэтессе, ее творчестве и предстоящих мероприятиях в ее честь. У нас в гостях президент Международного фестиваля поэзии «Пристань Министрелей» Любовь Матвеева и ведущая гостиной библиотеки филиала номер 9 имени Анны Ахматовой, ЦБС для взрослых Алла Кармаза. Здравствуйте! Здравствуйте! Наши корреспонденты побывали на городских ахматовских чтениях, посвященных жизни и творчеству поэтессы. Давайте посмотрим, как все происходило. Библиотека имени Ахматовой вновь открыла свои двери для участников конкурса чтецов. И долговечнее царственное слово. Эти строки явились эпиграфом творческого фестиваля декламаторов. Уже в 16-й раз талантливые школьники и студенты принимают участие в поэтических чтениях своих любимых стихотворений Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Жюри оценивает не только артистические данные участников конкурса, но и всю глубину прочтения выдающихся стихов. Напрасно взгляд я твой ловлю, но пусть. Не хочешь и не надо, я все равно тебя люблю. Многие конкурсанты не в первый раз принимают участие в фестивале. Студент пятого курса Севастопольского экономико-гуманитарного института Денис Евдокимов занимается в творческой мастерской при университете. Он увлекается поэзией и постоянно принимает участие в мероприятиях, посвященных творчеству знаменитых поэтов и писателей. На конкурсе Денис читал стихотворение «Она» Николая Гумилева. Николай Степанович Гумилев писал очень много о женщинах, конечно, о любви. Я выбрал вот эту лирику, лирическое произведение. Оно мне очень понравилось, надеюсь, и слушателям понравится. И действительно, Николай Степанович Гумилев – это великий поэт, писатель, который много путешествовал. И у него очень интересная судьба. В конце, конечно, трагическая судьба у него произошла. Но тем более он любил Анну Ахматову, это его была жена. И поэтому и стихотворение посвящено Анне Ахматовой. Многочисленные фотографии на стенах библиотеки, элегантная шляпка и старинные настольные часы с круглым кварцовым циферблатом – все эти атрибуты Ахматовской эпохи располагают участников фестиваля к душевному прочтению стихотворений. Дорогая, как ты сияешь, и какая вокруг тебя взбестилась тьма! АПЛОДИСМЕНТЫ В каждой категории присуждаются номинации за артистизм, самому обаятельному участнику, а также будет выявлен победитель конкурса, который получит в подарок собрание стихотворений Анны Ахматовой и Николая Гумилёва. Екатерина Шашкова, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Мы знаем, что победительницей конкурса чтецов стала Ирина Мищенко. Любовь Владимировна, а какие мероприятия запланированы и пройдут в честь знаменитой русской поэтессы в ближайшее время? В ближайшее время члены Севастопольского ЛИТО, которую я имею честь возглавлять уже несколько лет, готовят коллективный сборник. Это будут посвящения Анне Ахматовой, ее стихам, ее жизни. У нас несколько членов ЛИТО получили в этом году Всероссийскую премию имени Николая Гумилёва, который напрямую связан с Анной Ахматовой. Ну и, наверное, главное событие ближайших дней — это 13-й поэтический фестиваль «Пристань Министрели», который пройдет в Балаклаве, где неоднократно бывала Анна Андреевна Ахматова. А трудности фестиваля есть? Вы знаете, в этом году 13-й фестиваль, и вот это число 13, мистическое, оно работает. Финансирования в этом году нет у фестиваля. Скромную сумму — 2000 гривен всего лишь выделил учредитель. Рублей. Рублей, да, 2000 рублей выделил Балаклавский дворец культуры, где и будет проходить фестиваль. Помогла, конечно, Балаклавская наша предприниматель, руководители предприятия, простые балаклавцы. И огромная помощь Балаклавскому совету Евгению Альбертовичу Бабошкину. Вот это наши спонсоры. Кто будет принимать участие в фестивале? В этом году мы ждем около 150 участников из разных регионов России, из других стран. Ну, Украина, Беларусь и Казахстан. Это вот ежегодно они приезжают. К сожалению, из-за отсутствия финансирования в этом году мы не сможем достойно принять Израиль. Черногория была заявочка, там русскоязычные поэты. Канада добиралась к нам, женщина из Канады. Мы отказали им в этом году, но нет финансирования. Давайте напомним еще раз, во сколько и где пройдет фестиваль. Я, пользуясь случаем, хочу пригласить севастопольцев, гостей нашего города в Балаклаву 25 июня в 10 утра. Балаклавский дворец культуры, 13-й международный поэтический фестиваль «Пристань Министрели». Алла Андреяновна, давайте подробнее остановимся на личности Анны Андреевны. Это женщина с непростой судьбой. Какая она? Анна Андреевна, ярчайший поэт Серебряного века и гражданин своей страны, прошедший все беды вместе с ней. И она имеет полное право, имела полное право сказать о себе словами реквиума. Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом там, где мой народ к несчастью был. Анна Андреевна, она севастопольская наша, кажется, хотя потому что она летом приезжала часто гостить сюда, пропитывалась морем, солнцем, ветрами и свободой, любовью к Херсонесу, чтобы потом в своих стихах отразить эту любовь прекрасными такими вот строчками. Стать бы снова приморской девчонкой, туфли на босу ногу надеть и закладывать косу коронкой, и взволнованным голосом петь, все глядеть бы на смуглые главы Херсонесского храма с крыльца, и не знать, что от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца. В библиотеке имени Анны Андреевны Ахматовой работает клуб «Круг чтения». Это городская интеллигенция, и это активную и творческую, так сказать, репту вносят члены литературного объединения имени Озерова. Здесь можно почитать стихи, здесь можно углубиться в классику, можно подумать о прочитанном, можно подумать о времени, послушать музыку. Программы нашего клуба самые разнообразные. Коллектив небольшой, но спаянный, и, конечно, Анна Андреевна Ахматовой тоже уделяется большое внимание. Ежегодно в нашей библиотеке проходят городские Ахматовские чтения. Вот вы о ней говорили. В читальном зале замечательная есть выставка, которая, я должен сказать, отдельно. Это коллекция Ахматовских фотографий. И вас всегда встречает Анна Андреевна молодая, маленькая, юная и дрелая. И встречают ее друзья, с которыми она прошла свою жизнь. Встречает ее семья, и она задумчивая, разная, всякая разная. Встречает читателей в библиотеке. «Не в ста зеркалах» назвала Анна Андреевна папку, в которой собиралась стихи, посвященные ей. Но, конечно, зеркала казалось гораздо больше. Магической силой обладает образ Анны Андреевны Ахматовой. И кто соприкасается к его творчеству, с ее личностью, конечно же, какие-то рождаются строчки. Пишутся новые и новые стихи. Они писали Блок и Гумилев, Сологуб и Кузьмин, Мандельштам и Пастернак, Всеволод Рождественский и Марина Цветаева, назвавшие ее Златоустой Анной, всея Руси. И многие-многие другие. И сегодня стихи пишутся. И разрешите, я прочту свои стихотворения. У Анны Андреевны есть прекрасный сонет, приморский сонет. «Здесь все меня переживет», начинается такой строчкой. Это стихотворение посвящается коню открытия памятного знака в сквере имени Анны Андреевны Ахматовой в нашем городе. Земной ее доли быстротечность бесстрастно утверждает лето, но вам намечено, поэтам, вступить величественно в вечность, идти к грядущему навстречу так женственно и беззаветно, остаться времени ответом и обличительной речью. И здесь, в и таинством созвучий, на певах волн, в изгибах кручи, и с кверсией, памятью о вас, еще о том, как хрупко счастье, и как порой мы безучастно приемлем упреждение глаз. Очень трогательные стихи. А как лично вы относитесь к творчеству Анны Андреевны? Знаете, когда в 1994 году библиотеки номер 9 фериала для взрослых присваивали это почетнейшее звание, мы даже не знали, как это почетно и как это ответственно имени Анны Андреевны Ахматовой, то тогда Милодан задавал нам примерно такой же вопрос, что для вас Ахматова? И прошли годы и годы с тех пор. Что-то настолько родное и близкое из его творчества, что буквально с ним роднишься, связываешься. Что-то приходит новое при повторных чтениях. К чему-то еще идти и идти, и дай бог дойти. И вот к таким высотам я отношу вот эти мудрейшие слова. Я научилась просто мудро жить. Но уже так просто сказать, что для меня Ахматовой я не могу, это так уже многозначно. Анна Ахматова — поэтесса XX века, и пик ее популярности приходился именно на этот период. А как сегодня читатели относятся к творчеству Анны Андреевны? Востребовано ли оно сегодня и на сколько? Сегодня? Ну, уже одно то, что проходят вот эти годовые Ахматовские чтения, где в основном одна молодежь, это школьники, это студенты. Там, вы знаете, такой ажиотаж, такое увлечение Ахматовским творчеством. Конечно, это говорит о том, что дети воспитываются на таком уровне, и что Ахматова востребована бесспорно. Потом библиотека проводит очень большую работу. Там постоянно действует выставка. Она меняется по тематике, но никогда ее не убирает. Она постоянная. Там, вот я говорю, клуб тоже большой уделяет внимание Ахматовской тематике. Нет, а потом самое главное. Там с давних пор существует Ахматовский дух. Вот тогда еще в те времена, когда мы только добивались вот этого звания и читали многое мероприятие проводили, тогда еще мы вдруг почувствовали, что рядом присутствует Ахматова. Посетив вашу библиотеку, можно ли сразу понять, что она носит имя знаменитой поэтессы? Я не поняла вопрос. Посетив вашу библиотеку, можно ли сразу определить, что она носит имя Анны Андреевны Ахматовой? Конечно, можно. Стенды, вы говорили, стенды у вас есть. Стенды, уникальные фотографии, предметы быта той эпохи, когда жила и творила Анна Андреевна. Все это присутствует. И дело в том, что члены нашего ЛИТО неоднократно выступают в этой библиотеке, всегда радушно принимают. И там даже есть сундучок необычных вещей, вот как маленький музейчик такой. Алла Андреяновна, завершая нашу передачу, могли бы вы что-то прочесть из творчества Анны Андреевны? Стихотворение. Можно еще одно стихотворение почитать? Конечно, конечно. Хочется еще одно почитать стихотворение, которое посвящено тем ощущениям, которые появляются, когда приходишь в дом Антона Андреевича Горенко, в искринку нашу. Вы можете выпить здесь кофе, бокал или вина, а кормские вина обилием солнца лучатся, но сердце почует высоких вибраций причастность кружения строчек. Их бережно чтят времена. И может быть дивой, что Айкман Натан подарил, в тенистом углу за колонной пригрезится Анна, или юной дикаркой в объятиях прибрежных туманов, уже предвкушавшей Парнаса. Возвышенный мир. А волны все бьются о камень, где косу сушило, с речаек и рыб в лучистых восточных ветрах. А сердце коснется уже не ко времени страх, чтоб счастье любви по беспечности не оборонило. Ну что ж, время нашей передачи «Стекло». Благодарю за ваш труд и огромный вклад в культурную и образовательную жизнь нашего города. Спасибо, что пришли к нам. На этом мы ставим точку. Эфир же телеканала продолжается. Увлекательные темы еще впереди. Оставайтесь с нами. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова